Валентина Николаевна – одинокая пожилая пенсионерка, у которой почти не осталось родных. Помочь женщине некому, её квартира в запущенном состоянии. Волонтёры Центра Милосердия взяли Валентину Николаевну на попечение. Сделали у неё косметический ремонт. Убрались, вывели траканов, установили в квартире новую стиральную машину – шкаф. В рамках благотворительного проекта «Десница помощи» Валентина Николаевна также стала получать раз в месяц продуктовый набор. Силами волонтёров мы начали проводить этот ремонт. Конечно, было сложно. Квартира в запущенном состоянии. Но благодаря отзывчивым горожанам, отзывчивым сердцам у нас всё получается. Мы убрались в квартире, вывели траканов, зашпаклевали стены квартиры. У нашей топечной будут не только продукты, качественные и вкусные, но ещё и красиво в помещении. Очень благодарна вам всем. Это и продукты мне, и всё. Я тут молодой человек всё сделал, всё покрасил. Всё это и траканов. Ну, в общем, я очень благодарна вам всем за помощь. Социальный благотворительный проект «Десница помощи» стартовал по инициативе митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Цель проекта – ежемесячная продуктовая помощь пенсионерам, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации или у которых очень маленькая пенсия. В проект включились Нижний Новгород и другие благочини области. Кандидатуры на участие в «Деснице помощи» выбрали из подопечных Центра милосердия при содействии Управления социальной защиты населения и Центра социального обслуживания инвалидов и пенсионеров. Проверяли их жилищно-бытовые условия, что у них в владельнике. И уже после этого мы составляли акт, узнавали, сколько человек тратит на лекарства, на продукты, оплату жилищно-коммунальных услуг. И затем уже человек становился участником нашего замечательного проекта «Десница помощи». Ежемесячно, в конце месяца мы доставляем из Нижнего Новгорода продуктовые наборы. Продукты в наборе подбираются с учётом православных постов и заболеваний подопечных. Вместе с фолонтёрами продукты развозят и священник, задача которого – духовное окормление благополучателей. Священник, он необходим для того, чтобы ещё и позаботиться о душе человека, потому что душа человека – это самая большая ценность. И если, скажем, мы помогаем телу, помогаем этой земной жизни, то это ещё не всё, потому что действительно нужно человека и причастить, и исповедовать, и каким-то образом подсказать, ответить на его духовные вопросы и запросы. Сейчас в рамках проекта «Десница помощи» четыре подопечных. Для того, чтобы поддерживать их продуктами ежемесячно, нужны благотворители. За информацией можно обратиться в Центр милосердия по телефону 8 953 029 26 69.